Trigger Look и Point Angle Sensor — сущности, реагирующие на взгляд игрока и других объектов. Trigger Look — это брашевая энтити, находясь внутри которой, игрок должен смотреть на заданную триггером цель определенный отрезок времени, после чего будет выполнена классическая команда Trigger. Переменная FOV отвечает за то, насколько точно цель должна находиться в поле зрения игрока. Минус 1. Игроку достаточно просто находиться внутри сущности для активации команды Trigger. Ноль. Цели будет достаточно просто попасть в поле зрения игрока. Один. Игрок должен смотреть точно в цель, иначе команда Trigger не будет выполнена. Величину вы можете задать свою — от минус одного до плюс одного. Последняя переменная Time Out указывает отрезок времени, в течение которого игрок должен успеть увидеть и рассмотреть цель. В противном случае вместо команды Trigger будет выполнена команда Time Out. Настоятельно повторю, вы должны успеть не только заметить, а именно рассмотреть цель за то время, которое было указано в переменной Look Time. Если оставить ноль, то игрок может увидеть и рассмотреть цель в любое время, пока он находится внутри триггера. В Outputs у Trigger Look также присутствуют переменные от Trigger Multiple, такие как On Start Touch, On End Touch, что говорит о том, что Trigger Look при желании может быть использован множество раз. На вкладке Flex важно, чтобы был отмечен клиент и Fire Runs, если вы хотите активировать триггер лишь один раз. На этом все. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Владимир Путин! Молодец! Теперь, когда вы поняли, как работает Trigger Look, вам будет проще понять Point Angle Sensor. Ведь эта сущность работает по похожему принципу. Только в роли наблюдателя выступает неживой предмет. Давайте рассмотрим простой пример. Мы имеем два кубика, Funk Feet Box. Каждый раз, когда в поле зрения первого куба будет попадать второй, Envy Spark будет загораться или гаснуть. А теперь подробнее о свойствах Entity. Переменная Target Entity Name. Имя наблюдателя. В нашем случае первый куб. Look at Entity. Цель, на которую должен смотреть наблюдатель. Это второй куб. Duration. Сколько времени нужно первому кубу для того, чтобы заметить второй. И последняя переменная – это Tolerance. Здесь предполагается допустимый угол обзора для первого куба. Все просто. Теперь Output с команды. On Facing Look At. Что будет в том случае, когда наблюдатель заметит цель? Envy Spark будет включаться и выключаться. Следующая команда – Facing Percentage. Она будет отслеживать, насколько точно в поле зрения наблюдателя находится цель. И здесь работает принцип плавной переменной от нуля до единицы в реальном времени. Поэтому в качестве индикатора может быть использована сущность Nav Color Blend, которая отвечает за окрашивание объектов. Когда второй куб окажется в поле зрения первого, наблюдатель окрасится в синий цвет. Когда куб потеряет свою цель, он станет красным. Надеюсь, все понятно. Теперь запустим игру и посмотрим, как все работает на практике. Все хорошо. Возможно, вы уже подумали, а как узнать, где лицевая сторона объекта и как ее указать. По дефолту Source Engine лицевой стороной всех объектов считается восточное направление. У Fung Fizzbox в том числе. Изменить положение лица объекта вы можете двумя способами. Первый – это банально повернув куб на 90 градусов вверх. Далеко не всегда этот метод удобен и практичен. Второй способ будет заключаться в том, чтобы использовать инфо-таргет в качестве отслеживаемого объекта, который закреплен за кубиком с помощью переменной Parent. Для точности координации движений инфо-таргет будет размещаться внутрь куба. А, и не забудем же выставить, в каком направлении смотрит инфо-таргет. Теперь посмотрим, что находится на вкладке Flex у Point Angle Sensor. Данная опция заставит куб не просто смотреть на свою цель, а смотреть в одном направлении с ней. То есть, если куб номер 2 направлен вверх, а закрепленный к нему инфо-таргет смотрит вниз, то при повороте второго куба лицом к первому они увидят друг друга. Однако по факту, просто оба инфо-таргета будут смотреть в одном направлении – в восточном. После чего сработает команда All-Facing Look At. Продолжим! Я добавил на карту две кнопки, одна из которых включает и выключает Point Angle Sensor, а другая запускает тест, где сущность проверяет, видит ли куб свою цель. Однако он это делает в любое время, когда включен. Но при ручном тестировании в случае, если наблюдатель не видит свою цель, он может использовать новую команду – On-Not-Facing Look At. В нашем случае Envy Spark будет отключаться каждый раз, когда кубы не смотрят в одном направлении во время теста кнопкой. Мы надеемся, вы все поняли и этот урок был информативен. Подписывайтесь на канал, чтобы знать больше о Source Engine. И удачи тамодачи! Субтитры подогнал «Симон»!